Давайте посмотрим на результаты. Теперь у нас явно есть отличия в результатах. Леонетк изначальный с тангенсами без сверток 3х3, без макс пулинга и без бачнормализации получает самые плохие показатели качества. Он обучается примерно на 55% accuracy. То есть он угадывает с 55% случаев. Напомню, что классов 10, поэтому это не самое плохое качество. Если бы он угадывал случайно, то наверное было бы качество 0.1. На втором месте идут леонеты, в которых мы изменили активации, сделали там активации релу. Это дало целых 5% качества. Кроме того, мы видим, что используем мы релу 3х3 или 5х5, нет никакой разницы. Зеленая линия это 5х5, красная это 2 свертки 3х3. Кроме того, мы видим, что макс пулинг добавляет нам еще целых 5% качества. То есть макс пулинг по сравнению с эверич пулингом на данной задаче получает очень большой буст в качестве. И в принципе на любой задаче, связанной с изображениями, у вас будет так же. Кроме того, мы видим интересную особенность бачнормализации. Сетка с бачнормализацией учится очень быстро. Тот эффект, который мы и хотели от бачнормализации, ускорение обучения. Мы видим, что уже на пятой эпохе сетка достигает качеств, которые без бачнормализации достигаются на 20 эпохе. То есть у нас получается ускорение в 4 раза. Но кроме того, мы видим также, что бачнормализация и переобучается быстрее. Логично положить, что если весь процесс обучения ускоряется, то и момент переобучения наступает быстрее. Продолжение следует...